Иосиф Сергеевич, что можно сказать по поводу сегодняшнего предстоящего рейда? Почему он проводит саду и что вы можете выделить? Сегодня по поручению председателя правительства Саратовской области Мусульнина Роман Викторовича нашему управлению поставлена задача провести совместный рейд с представителями администрации, полицией, Роспотребнадзора, сотрудников экстренных служб и ГИМСа по нескольким местам купания людей, представляемыми различными турбазами, пляжами разной формы собственности для проведения, так сказать, разъяснительной работы, оценки и выявления недостатков, которые есть. Я думаю, что мы все получили разрешение, аккредитацию на функционирование. Разрешения выдаются несколькими организациями, это прежде всего Роспотребнадзор и ГИМС МЧС России. Некоторые водопользователи, открывая пляжи и публикуют это на официальных сайтах, пишут, что получено разрешение ГИМС, не имея при этом разрешения, выданного Роспотребнадзором, а иногда и наоборот. Некоторые водопользователи пользуются некой брешью в законодательстве, открывают солярий, но при этом отдыхающие, которые зачастую платят денежные средства, заходя на место купания, купаются, получается в неположенном для этого месте. Соответственно, мы сегодня должны убедиться в наличии или отсутствии в данном случае инфраструктуры. Это матросы-спасатели, обеспечивающие безопасность. Это обязательные 100% наличие медицинского работника. Это смотровые вышки, это спасательные средства в виде лодок, шлюпок, иных спасательных средств, медицинской аптечки. И это наличие или отсутствие данных документов. А также хотим поговорить с владельцами данных баз отдыха, данных пляжей. Какие причины мешают им, скажем так, оперативно решать этот вопрос с наступлением купального сезона. Я подчеркну, что купальный сезон у нас наступает не каким-то распоряжением, а при достижении... Два фактора, я имею в виду на это. Это достижение температуры воды более 18 градусов. Это наличие у конкретного водопользователя документов, выданных теми двумя организациями, которые я назвал, для Роспотребнадзора ГИМС, на открытие данного пляжа. Собственно, в данном конкретном месте пляжный сезон открывается с наличием таких документов при температуре воды 18 градусов. Эта тема касается и работы правительства, и поэтому ввиду, на самом деле, достаточно непростую ситуацию, опять-таки, связанную с законодательством, это связано и с невыбуждением водопользователя приводить в порядок данную инфраструктуру. Вот сегодня по поручению председателя правительства мы совершаем вот такой вот рейд. Хочу сразу оговорить, что такие рейды у нас происходят достаточно регулярно. Аварийно-спасательные формирования областной службы спасения расположены на территории всей области. Совместно с ГИМС, с МЧС России, совместно с администрациями, сотрудниками полиции делают это, ну, фактически, в еженедельном, а при наступлении жаркой погоды в ежедневном формате. Опять-таки, в рамках возможностей, потому что боевая задача с них, по реагированию на остальные происшествия, не складывается. Ну вот, посмотрим, что нам покажет сегодняшний рейд. Продолжение следует...